Всем привет! В этом видео я покажу как исправить такую ошибку при обновлении операционной системы Windows. Операционная система Windows является наиболее простой в использовании и предлагает пользователю большой функционал. Она постоянно совершенствуется и дополняется новыми полезными функциями, в результате чего появляются новые обновления, позволяющие улучшить интерфейс, ускорить работу системы и тому подобное. Вместе с этим возникают и ошибки, которые приходится исправлять. В этом видео мы детально рассмотрим такую системную ошибку Windows 10 и как ее исправить. Такая ошибка зачастую встречается при обновлении Windows 10 и Windows 8, а также при установке или исправлении Windows 7. Нередко и при обновлении 7 или 8 до 10. Еще может встречаться и при установке приложений. Возможны и другие варианты, но крайне редко. Данная ошибка указывает на сбой в системе, который мог случиться в процессе следующих действий. При установке новой операционной системы, восстановлении системы, из-за неправильно установленной даты и времени, или сбоя выполнения мастер-диагностики. Так что прежде чем приступить к следующим действиям, рекомендую проверить правильность установленной даты и времени в соответствующих настройках. Параметры. Время и язык. Дата и время. Если данные не соответствуют вашему региону, необходимо установить конкретное значение. А если дело не в этом, давайте рассмотрим другие способы решения при обновлении и установке операционной системы. С помощью утилиты Microsoft Fixing Tool. Самым простым способом исправления такой ошибки в Windows 10 является использование стандартной утилиты от Microsoft. По умолчанию она встроена в операционную систему. Если же она отсутствует, скачать ее можно с сайта Microsoft. Ссылка будет в описании. Чтобы запустить программу, откройте параметры. Обновление безопасности. В открывшемся окне выбираем устранение паланов. После чего откроется список всех возможных действий. Здесь выбираем в центр обновления Windows запустить средства устранения паланов. После чего запустится сканирование системы на проверку наличия проблем и новых обновлений. По его завершении нажмите применить это исправление. После выполнения проверки центр обновления Windows исправит найденные проблемы. В этом окне вы сможете увидеть найденные проблемы и статус их исправления. После сканирования системы и исправления ошибок перезагружаем компьютер и проверяем работу системы на наличие ошибки. Еще появление этой ошибки может быть связано с отключением службы обновления Windows. Для ее активации жмем правой кнопкой мыши по меню Пуск и выбираем Выполнить. Вводим команду Service SMSC и жмем ОК или же в поиске просто ищем службы. После чего открывается список служб. Нам необходимо найти следующее. Центр обновления Windows. Фоновая интеллектуальная служба передачи. И журнал событий Windows. Проверяем их состояние. Данный параметр должен иметь статус Уполняется для всех выбранных служб. Если одна из служб подключена, жмем по ней правой кнопкой мыши и выбираем Свойства. В появившемся окне нажимаем Запустить. Устанавливаем автоматический тип запуска и жмем Применить. Перезапускаем компьютер и ждем пока установятся все обновления. После этого ошибка вас больше не потревожит. Если же Центр обновления Windows и остальные службы были запущены, необходимо провести очистку установленных обновлений и удалить временные файлы на вашем компьютере. Для этого останавливаем службу Центра обновления Windows. Нажав на Остановить. Открываем папку, которая находится по такому пути. И удаляем все ее содержимое. Снова открываем окно Выполнить. И здесь пишем CleanMGR, а затем ОК. После чего вам будет предложено выбрать диск. Нужно выбрать системный, тот на котором установлена операционная система. После появится окно Очистка диска. Здесь выбираем Очистить системные файлы и жмем ОК. Затем отмечаем Очистка обновлений Windows. И снова ОК. Ждем окончания очистки. После выполненных действий нужно снова запустить службу Центра обновления Windows. А затем проверяем, исправлена ли ошибка. Если ошибка появилась недавно, воспользуйтесь восстановлением системы. Как это сделать, смотрите в другом нашем видео. Ссылка в описании. Если вы столкнулись с данной ошибкой при обновлении Windows 7 и Windows 8 до Windows 10, можно попробовать устранить ее с помощью правки регистра. Для этого в окне Выполнить пишем RecEdit. Здесь переходим по пути HKLocalMachine, Software, Microsoft, Windows, CurrentVersion, Windows Update, OS Upgrade. Сам раздел тоже может отсутствовать. Создайте его при необходимости. Здесь создаем параметр DEWAR32 с такими именем. И присваиваем ему значение единицу. А затем перезагружаем систему. После ошибка должна исчезнуть. Следующее, что нужно сделать, это проверить, не включен ли прокси-сервер. Для этого открываем панель управления, свойства браузера. Переходим во вкладку подключения. И здесь жмем настройка сети. Все отметки обычно должны быть сняты, включая автоматическое определение параметров. Также существует ситуация, когда ошибка с таким кодом появляется при установке операционной системы в Windows. В этом случае необходимо запустить установщик без подключения к интернету. Или перезаписать образ устанавливаемой системы на флешку или диск. О том, как это сделать, у нас на канале есть отдельное видео. Для начинающих пользователей перед установкой операционной системы рекомендую посмотреть видео о дисках с MBR и GPT-структурой, чтобы в процессе инсталляции не возникло лишних вопросов. На официальном сайте Microsoft есть страница с инструкциями для устранения неполадок. Здесь же можно скачать диагностический файлик, который все сделает за вас. Просто скачиваете, запускаете и ждете завершения. После завершения рекомендую перезагрузиться и снова повторить попытку обновления. Надеюсь, что приведенные выше способы помогли вам справиться с этой ошибкой и на долгое время забыть о ней. А если она вдруг снова появится, то вы же знаете, как решить такую проблему. А на этом все. Надеюсь, вам было полезным данное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, свои вопросы задавайте в комментариях. Спасибо за просмотр. Пока.